Здравствуйте дорогие члены клуба бывших гипертоников. Часто задают вопрос давление и головокружение, как так происходит и как с этим бороться. Вот это опасное вообще-то состояние, когда у вас высокое давление и при этом головокружение. Объясню почему. По идее, при высоком давлении головокружение быть не может. Почему, поясняю. Вот рисуем наш любимый рисунок. Шейные позвонки, диск, поперечные отростки. В них дыры, череп. В нем дырочки. И позвоночные артерии. Головной мозг, ствол головного мозга. Позвоночные артерии соединились у нас в основную артерию и питают ствол головного мозга и сосудистый центр, который регулирует деятельность сердца. Вот рисуем сердце. Вот рисуем аорту. Вот рисуем так схематично. Значит, если... Значит, вот здесь, в стволе головного мозга, вот здесь вот в нижней части, находится что? Можечок. Можечок — это вестибулярный, фактически анализатор, вестибулярный центр, который фактически при нарушении его питания возникает головокружение. При нарушении его питания. А если у вас давление высокое и все здесь нормально проходимо? Какое может быть нарушение питания ножичка? Наоборот, он должен работать как часы. То есть, если у вас это сочетание давления и головокружения, то есть повышенное давление и одновременно головокружение сильное, это значит, что где-то вот здесь вот, где-то вот здесь вот на этих уровнях есть зажимы, которые, несмотря на давление, не дают крови пройти в головной мозг и питать мозжечок. Несмотря на то, что у вас повышенное давление, кровь-то в голову не проходит, мозжечок не питается. И поэтому у вас возникает головокружение. А вы начинаете думать, что у вас головокружение от давления возникло. Вот это такая ошибка. Ой, у меня головокружение, у меня давление. Это из-за него. Давай его снижать. Что делают? Начинают принимать сразу таблетку от этого самого вот давления. Так я вам объяснил, что и так у вас где-то здесь зажим не проходит, кровоток, мозжечок. А вы примете таблетку, остановите, ну вернее не остановите, а уменьшите давление, сердечную деятельность снизите, и у вас такого окружения еще сильнее пойдет. И вот так получают ишемические инсульты люди. То есть, а кровь спокойно из сердца выходит, сюда пройти не может, так она сбрасывается в аорту вниз, туда, в тело. И, соответственно, в теле там органы питает и все. А мозжечок страдает. И, соответственно, страдает и весь головной мозг. Вот поэтому, дорогие мои, если у вас возникла такая опасная двойственность, при повышении давления у вас кружится голова, тогда у вас точно шейный осложненный остеохондроз, который зажал где-то сосуды, и, скорее всего, нестабильность даже, то есть смещаются позвонки, сдавливают так, что даже при повышении давления кровоснабжение мозжечка остается неадекватным. Срочно нужно обследовать систему позвоночных артерий. Это симптом опасный. Знайте об этом. Будьте внимательны и будьте здоровы. С вами был доктор Шишонин. Продолжение следует...